Это рецепт опять для микроволновки. Всем привет! Сегодня я буду запекать овощи, но разными способами. Вот так я режу овощи, если мне нужно будет потереть на салат, например, на какой-нибудь тертый нужные овощи. А вот так я режу тогда, когда уже можно кубиком сразу их потом добавить в любой салат. Я складываю овощи в пакет, каждый отдельно. Потому что овощи готовятся все по-разному. Возможно, что-то сварится быстрее. Просто можно вытащить, а остальное продлить время. В таком виде сейчас мы будем это все варить. Так, овощи, это крупные, которые провели в микроволновке у меня 6 минут. Сейчас мы посмотрим. Вот картошка уже готова. Мы ее уберем. Нарковь. Нарковь тоже готова. А от свекла, скорее всего, может быть еще. Я забыла сказать, что перед тем, как ставить в микроволновку, нужно обязательно проткнуть. Ай, перейти. Сейчас мы посмотрим. Так, свекли, скорее всего, маловато. Ну, я режу некрупно. Вот так кусочки, вы видели. Ну, наверное, еще пару минут можно. Ну, в общем, 6, а это еще пару минут будет 8. Для таких мелких кусочков, я думаю, что и 8 будет достаточно. Микроволновку я ставлю на самую большую мощность. У меня это 1000. Резанные овощи, естественно, будут готовиться еще меньше. Я думаю, что тут минут 4-5 для картошки и минут 5-6 для свеклы и для моркови тоже будет достаточно. Единственное, что картошку перед тем, как ставить в микроволновку, лучше все-таки смазать. Потому что картошка слипается, когда, если чуть-чуть, как бы перестоит. Овощи наши все готовы. Все, сейчас я буду делать винегрет. Очень даже пригодятся мне вот эти сразу готовые овощи. И вот мы смазали, видите, картошку маслом. Мы уже все равно будем винегрет мазать маслом. Она тогда не слипается. Мы в микроволновке отварим яйца. Ничем не отличается варить яйца в микроволновке от того, чтобы сварить на плите. Если яйца комнатной температуры, то можно залить их горячей водой. Ну, прям кипятком. Если же яйца вы взяли с холодильника, то лучше, конечно, не рисковать. И залить их холодной водой. Тогда просто увеличится время, чтобы будут вариться яйца. Мы насыпали соль, чтобы если яйца лопнут, они не вытекли. Наливаем воду, чтобы яйца были полностью закрыты. Единственное, что нужно сделать, это убавить мощность на микроволновке до 400. И тогда уже установить время. Примерно где-то, если в горячей воде, то буквально 5-6 минут будет достаточно. Ну, такое будет не очень крутое. Ну, минут 7 уже до крутого. Если же холодной водой залили, то придется варить где-то минут 10. Все, я установила на 7 минут и запускаем. Так, яйца варились наши 7 минут. Ай, смотрите, ничего не произошло. Яйца сварились. Сейчас мы в холодную воду. Одно яйцо вот я сейчас хочу попробовать на 7 минут, а одно хочу попробовать на 10. И потом показать, как свариться. Я немножко долью, потому что яйцо вытащила. Как будет сварено яйца в 7 или в 10 минут. Сейчас мы это яйцо еще, минуточки 3, доварим. Ой. Ну, вот так. И потом, когда я почищу, мы уже посмотрим, какие яйца, вернее, как сварятся яйца за 7 минут и как потом за 10. Давайте посмотрим, как же сварились яйца. 7 минут вот так, 10 минут вкрутую. Если хотите совсем всмятку, то можно тогда даже 5 минут варить. И будет прекрасно сваренное яйцо. Ну, раз уж овощи мы приготовили, давайте сделаем винегрет. Я буду делать с фасолью. Фасоль у меня своя, я ее отварила. Кто любит, можно купить готовую фасоль. Кто любит, с горошком. Ну, я вот добавлю ложки, 3-4 фасоли. Капусту я уже соленую сюда добавила. Огурец соленый. Муж мне все аккуратненько уже порезал. Меленько режет. Так. Ну, я не всегда добавляю морковь, винегрет. Ну, раз уж сегодня мы и морковь сварили, то пусть уже будет и с морковью. Так же картошка и свекла. Я люблю, когда винегрет красный. Ну, вот еще такое ощущение, что вот, ну, маловато свеклы. Вы же видите, да? Картошку и морковь, наверное, я уже больше не буду оттуда. Добавлять будет достаточно. А вот свеклу я сейчас потру и добавлю. Возьму просто маленькую такую терочку. Смотрите, она вот когда маленькими кусочками, ее даже потереть очень удобно. Вот, добавим сюда. А картошку, которую и морковь мы отварили, можно тоже или порезать, или тоже потереть, если на какой-то салат нужно. Картошку можно просто помазать маслом и съесть как отварной картофель. Не знаю, как то, но я винегрет всегда немножко подсаливаю. Мне не хватает этого соленого огурца, чтобы он сбалансировал вот весь винегрет. Все-таки картофель, морковь, свекла сладкая. И у меня такое ощущение, что всегда чуть-чуть соли маловато. Ну что, осталось просто помазать маслом. Сейчас немножко постоит, свекла отдаст свой цвет и будет красивый. Ну и я надеюсь вкусный винегрет. А еще у нас остался отварной картофель, морковь, яйцо. Можно сделать еще и оливье. Смотрите, как помогает нам микроволновка в приготовлении салатов. А на сегодня все. Всем пока-пока!